Всем привет! Меня зовут Анастасия Денисова. В сегодняшнем выпуске мы с командой МедТВ расскажем вам о том, какие компании предлагают стажировку, как прошла ночь батутов и кое-что еще. 22 и 23 марта со студентами встретились представители Миландра и российского отделения NXP Cime Conductors. Они затронули важные для студентов темы о трудоустройстве, карьерном росте и стажировке. Представители начали свою презентацию с историей и структурой компаний. Что происходит в NXP Cime Conductors, сколько у них офисов в мире, где используется их продукция, рассказал Сергей Евстигнеев. Директор компании Миландр Михаил Павлюк рассказал, что в наши дни необходимо предугадывать тенденции на рынке и принимать решения как можно быстрее. Этот навык намного важнее, чем теоретические знания. По окончанию лекции Миландра студенты могли заполнить анкеты для прохождения стажировки, а представитель NXP Cime Conductors предложил пройти собеседование. Невероятные приключения прошли с суббота на воскресенье в спортивном комплексе «Космос». Чтобы разгрузить голову от формул, законов физики и теорем, активисты стараются разнообразить учебные будни, мероприятиями, охватывающие основные интересы студентов. Батуты, скалодром, картин, танцы, просмотр фильмов или увлекательный квест. Что же так сильно привлекает студентов в батутном парке? И как еще проводят свой досуг миетовцы? Узнаем этой ночью. Найтбум – отличный вариант активного времяпрепровождения как для спортсменов, так и для новичков. Здесь откроется возможность воплотить свои детские мечты. Всего несколько ритмичных прыжков, и ты окажешься в полете над поролоновой ямой или надувным ковром. В веревочном городке и на скалодроме появится шанс стать покорителем горных вершин. А разогнаться до бешеной скорости поможет маленький спортивный автомобиль. Отдохнуть от экстремального спорта можно в танцевальном зале или сидя в приятной компании за просмотром фильмов и настольными играми. А в промежутке рассказать, как еще можно проводить свой досуг. В основном я тренируюсь на досуге. Уже не на батутах, а на плоскости прыгаю. Занимаюсь гимнастикой на турнике, играю в компьютерные игры. И завтра делаю домашние задания. Больше всего в спортзале. Найти себе занятие по душе и провести свой досуг с пользой может каждый. Мария Пилюгина, Илья Чемерев, Андрей Демин, МЕНТВ. Что такое голограммы? И заменят ли они скайп в будущем? Разбиралась Полина Ямцова. Мир кино во все времена предсказывал появление необычных технических устройств. В фантастических фильмах доблестные герои будущего используют прогрессивные технологии и общаются сквозь пространство с помощью приборов, которые в реальном времени показывают изображения их оппонентов. Как в скайпе, только трехмерные и не привязанные к экрану монитора. Такие изображения все привыкли называть голограммами. Однако почему такие технологии все еще не стали частью реальной жизни? В интернете часто мелькают видео с инструкциями о том, как сделать свою трехмерную голограмму. Нужны стекло и анимация с нужным изображением, разбитым на четыре перпендикулярных друг к другу картинки. Однако эта так называемая голограмма всего лишь оптическая иллюзия. Описание эффекта появления и исчезновения призрачных объектов появилась еще в 1584 году. Но только спустя почти 300 лет профессор Джон Гэри Пеппер смог найти способ, как без особого труда реализовать эту иллюзию в театре. На сцене, где появлялась голограмма, под углом 45 градусов к зрителю было установлено стекло с невидимыми границами. Ниже скрытая комната с черными стенами, которая повторяла видимое зрителю помещение. Когда скрытая комната освещалась, только объекты, отражавшие свет, возникали в стекле. Зрителю казалось, что в комнате появился трехмерный мерцающий призрак. Но голограмма совсем иное явление. Основой такого изображения является голография. Это способ регистрации отображения трехмерных предметов при помощи лазера. Конечно, полученную таким способом фотопластинку нельзя назвать фотографией. Фотография, в отличие от голограммы, сохраняет информацию только об амплитуде волны, что не дает ей возможности воспроизвести трехмерный объект. А голограмма на это способна. Если на фотопластинку направить луч опорной волны, который ее создал, изображение объекта восстановится, и при повороте пластинки под разными углами зрителю его будет невозможно отличить от реального. Такую перспективную схему записи голограммы предложил советский физик Юрий Николаевич Денисюк в 1962 году. Эта схема отличается предельной простотой, а само достижение было оценено в СССР как научное открытие. Однако фотопластинка фиксирует всегда лишь изображение, застывшее в один единственный момент времени. Но что же с теми фантастическими голограммами, которые мы видели в фильмах? Станут ли они живыми в реальном времени? Ответить на этот вопрос пока сложно. О том, как работает настоящая голограмма, смотрите скоро на нашем YouTube-канале. Команда МедТВ. Это все на сегодня. Вы смотрели Новости МедТВ. Выпуск провела Анастасия Денисова. Не ждите, когда ангстрем растает. Начинайте учиться. До свидания.